Добрый вечер на телеканале Ника ТВ новости. С вами Антон Липовский. Сначала коротко о наиболее заметных событиях к этому часу. Помогут одним проверить других. Законодатели области приняли ряд решений, которые значительно облегчат жизнь калужан. Экзамены строгого режима. Федеральные наблюдатели и новые правила при входе в аудиторию сделают ЕГЭ объективнее. В раскрытии преступлений их роль одна из ключевых. 96 региональных криминалистов отмечают 95-й день рождения службы. Теперь обо всем подробнее. О здоровье духовном и физическом. Министерство культуры и спорта отчитались за прошлый год и наметили планы на грядущий. Краткая версия часовых докладов министра в сюжете Вячеслава Леденева. Выставка областной библиотеки перед залом заседания лишь капля той культурной жизни, которую прожили в прошлом году. Среди экспонатов книги, которые издает сама библиотека. В основном информационные. На выпуск, например, хорошей краеведческой книги не хватает возможностей. Губернатор пообещал помощь в этом вопросе, так что, возможно, новое издание пополнит библиотечные стеллажи. Заседания же начали с доклада о культуре физической. Главное событие года, конечно же, эстафета Олимпийского огня. 123 дня факелоносцы преодолевали десятки тысяч километров и финишировали в Сочи. А только-только там выступила калужская конькобежка Анна Чернова. Воспитанница школы труд улучшила свой результат и вошла в десятку. В целом, год прошел под девизом стройки и ремонта. 135 спортивных объектов либо начали новую жизнь, либо возродились в обновленном виде. Все больше детей приходят в секции, а маститы и спортсмены продолжают покорять свои эвересты. И власти поощряют такие усилия. Для развития и поддержки спорта высших достижений министерством создана система мер. А именно, гранты губернатора спортсменам, претендующим на успешное выступление на Олимпийских играх и их тренерам. Социальные выплаты спортсменам, участникам Олимпийских, Сурлимпийских, Паралимпийских игр. Ведущим спортсменам, лучшим тренерам, спортивно одаренной молодежи. Социальная выплата заслуженным тренерам, вышедшим на пенсию. Фестивали, съезды, выставки и концерты. Культурно год тоже выдался насыщенным. Новые дарования продолжают выявляться, а всеми признанные выступать на калужских площадках. С особым размахом в Мещовске отметили День города, а по совместительству 400-летие Дома Романовых. Вечернее представление стало праздником души. Государственная академическая симфоническая капелла России, солисты Большого театра и Геликон-оперы исполнили концертный вариант оперы «Жизнь за царя». Подводя итоги заседания, глава региона отметил, что спортивное и культурное преобразование уже начались и дойдут до всех уголков области. Я абсолютно уверен, что вот уже будущие Олимпийские игры летние, они могут быть вполне с участием наших замечательных спортсменов. Открыли дворец спорта, построили Олимп в городе Огненске опять же. Он стал лучшим дворцом спорта, победил первое место, занял по итогам 2013 года. Разве это мало? Это здорово. Плавательные бассейны, которые строены, физкультурно-оздоровительные комплексы. Мы практически вот за пару лет пройдем полным кругом по всем нашим районным центрам. Министерство спасения души и тела, так глава региона назвал оба ведомства. А завершившие встречу награждения, стимул, чтобы труженики лечили внутри и снаружи, еще лучше. Вячеслав Леденев, Сергей Фондиков, телекомпания Никотовы. На экзамен под охраной в этом году в процедуру проведения ЕГЭ будут внесены изменения. В первую очередь ужесточится контроль над выпускниками, сообщил министр образования науки Калужской области Александр Аникеев на пресс-конференции, посвященной нововведениям. Количество учеников в одной аудитории разрешено увеличить с 15 до 25 человек. Это позволит сократить число экзаменационных пунктов. На ЕГЭ будут присутствовать федеральные наблюдатели. По новым правилам сдать досрочно выпускники могут только обязательные предметы – русский и математику. Также в документах прописано, что учащиеся не имеют права приносить в кабинет мобильные средства связи. В черный список попали также любые письменные заметки, пусть даже не имеющие связь с предметом. При обнаружении запрещенных вещей последует удаление с экзамена. Школы будут оборудованы стационарными или переносными металлоискателями и средствами видеонаблюдения. Понятно, что эти меры направлены, прежде всего, на то, чтобы исключить возможность внешнего влияния на результаты ЕГЭ, исключить возможность проноса в пункт приема экзамена мобильных телефонов, вычислительной техники, средств связи. Результаты видеонаблюдения тоже могут быть использованы при возникновении спорных ситуаций и определении ответственности. Подробную информацию об изменениях в правилах ЕГЭ можно узнать на сайте Министерства образования как федерального, так и областного. Добавлю, что в этом году в Калужской области будут сдавать единый государственный экзамен 4 350 человек. До 1 марта они должны определиться с выбором предметов. Почти полтысячи обманутых дольщиков смогут рассчитывать на помощь региона. Соответствующий законопроект принял областной парламент. Также депутаты утвердили уполномоченного по правам человека. Подробнее о принятых решениях Сергей Крабков. Начало нового года – время подведения итогов года прошедшего. И не только в части достигнутых успехов, но и в части вопросов, требующих депутатского вмешательства. Так, например, неутешительная статистика ДТП с участием детей стала причиной обращения областного ЗАГС Собрания к коллегам из Государственной Думы. Суть – закрепить федеральным законом обязанность родителей размещать на верхней одежде детей, а также на детских колясках, светоотражающие элементы. По статистике, значительная часть ДТП с участием детей происходит в темное время суток. А наличие светоотражающих элементов на одежде может снизить этот показатель в несколько раз. Особенно в вечернее время дети часто попадают в такие ситуации, потому что или поздно идут с занятий, или с каких-то мероприятий, спортивных секций, с объектов учреждения культуры. И так как у нас, особенно в сельской местности, дороги очень плохо чистятся, им приходится порой идти и по проезжей части. Поэтому надо о них позаботиться, чтобы этих аварий, этих ДТП с участием детей просто исключить. Еще одним важным документом, принятым на сессии, стал закон о помощи обманутым дольщикам. Предполагается, что за счет субсидий из областного бюджета будут либо выплачиваться компенсации, либо предоставляться жилье. Последний вариант будет реализован при содействии строительных компаний, которые выделят квартиры в построенных ими домах. За это область предоставит им льготные условия. Созданным профильным министерством реестры пострадавших дольщиков 490 человек. Всем им будет оказана помощь. Мы уже приняли сегодня закон о дольщиках, обманутых дольщиках. Но здесь проблема определенно есть. Она заключается в том, что многие люди вложили свои последние крохи, чтобы получить жилье и оказались обманутыми. Хотя есть те, которые инвестировали там по строительству нескольких квартир, и они тоже обманутые. Но я думаю, что вот и решение губернатора, которое принято, и те поправки, которые мы вносим, все-таки приведут к тому, чтобы нуждающиеся люди получили вот это вот или жилье, или компенсацию, но разрешили свою проблему. На правительственном части множество вопросов вызвал доклад Светланы Медниковой о выделении земельных участков многодетным семьям. Депутаты попросили правительство усилить контроль над тем, как в действительности используются эти участки, чтобы пресечь возможные махинации. Не меньшее внимание привлек и доклад Владимира Жипы о положении дела с утилизацией отходов. В частности, о якобы ведущемся строительстве мусороперерабатывающего завода в Детчино. Министр заверил, что без согласования с населением никаких работ вестись не будет. На сегодняшний день, после всей этой сложившейся ситуации, губернаторам было принято решение о моратории. И все работы по реализации были приостановлены. Никто проектированием не занимается. Еще одним важным событием сессии стало утверждение кандидатуры уполномоченного по правам человека в Калужской области. Им вновь стал Юрий Зельников, занимавший этот пост в течение последних десяти лет. Сергей Коробков, Леонти Кимб, телекомпания НИКО-ТВ. Вопросы утилизации отходов и строительства мусороперерабатывающих предприятий обсуждается сейчас во многих районах региона. Их поднимают местные жители во время отчетных докладов глав местных администраций. Не обошли стороной эту тему и в Кирове. Глава региона высказал свое мнение по поводу того, кто не должен заниматься строительством подобных объектов. А началась рабочая поездка Анатолия Артамонова со смотра предприятий, которым есть чем гордиться. Во всем по порядку. Татьяна Зимушина. Я вам хочу показать эту технику. Это моя гордость. Гордость у хозяйства появилась благодаря Гранту. Косилки, грабли, трактор куплены ради содержания 300 свиней. Они уроженцы Северной Америки. Прилетели с другого континента на самолете и поселились у калужского фермера. Предоставить по соседству жилье и крупному рогатому вместе с роботом-дояром. Такой вариант развития посоветовал фермеру губернатор. Это не обязательно строительство с нуля. Основой современного производства может стать и бывший сеновал. Здесь же и вот в этом помещении получится поместиться и молочный блок, и бытовое помещение. Там, где компьютер будет стоять. И сам робот поместится. Ничего строить дополнительно не надо. Закаленная при 1200 градусах керамика еще одна гордость Кировского района. Старейшее в своей отрасли предприятие в декабре отметило 160-летие и было удостоено звания «Лидер России-2013». Хорошими успехами хотел бы похвастаться и чугунолитийный завод. Но для этого руководству предстоит немало потрудиться. На два месяца предприятие было остановлено, потом перезапущено. Накопились долги. Бороться с неудачами сотрудники готовы. Руководители тоже надеются выйти из кризиса. Не все безнадежно. Завод живой. Вся продукция этого завода востребована. Начинаем от ванн, котлов, опять от автомативных колодок. Преземный выход. Работа сейчас железнодорожниками однозначно. Не искать покупателя, а провести модернизацию оборудования, посоветовал губернатор и пообещал взять ситуацию под свой контроль. Отвечать на вопросы Кировчан глава региона продолжил на личном приеме. Жители интересовались спортплощадками, делились проблемами ЖКХ, медицины и культуры. Обратившись с просьбой отремонтировать зал в местном ДК. Городские власти пообещали взяться за эту работу и сделать интерьер не хуже, чем в киноконцертном зале. Его преображение тоже достижение 2013-го. Теперь в тепле и с комфортом в нем собираются на культурные мероприятия и отчет главы. Хочу спасибо выразить от всех нас пенсионеров, которые работают в районном обществе ветеранов. Нам очень нравится, как вы к нам относитесь и сколько вы внимания к нам уделяете. Я работаю уже на протяжении 14 лет и могу сравнить, кто как к нам относился. А вам удачи в работе. А работы уже намечено немало, в частности по благоустройству центра города. Должны появиться бульвары, сквер с игровым комплексом и фонтаном. Внимание уделят и дворам, в особенности тем, где сами жители принимают активное участие в украшении. Мы еще вам добавим какие-то элементы и будем развивать это место. Но если это будет так, как у нас случилось на Фаянсове в парке, там вывернули один, другой, то в дальнейшем дальше вкладывать средства не предоставляется возможность. Вот этот принцип, он будет сохраняться и в 2014 году, и такие площадки мы будем для детей дальше ставить. Реконструкция водопроводных сетей, 76 километров газопровода, новый асфальт, появление многофункционального центра госуслуг. Список достижений прошлого года внушительный, но все же не исключает претензий жителей. Отопление, тротуары, дороги по конкретным адресам, а также мусорная проблема для всех. В решении последней нужно быть предельно внимательными, отметил глава региона. Если полигоны или предприятия попадут в руки частников, ограничить ввоз мусора с других городов будет невозможно. Подобная ситуация сложилась в Малоярославецком районе, где свалка переполнена в пять раз и продолжается спор. Быть ли перерабатывающему предприятию и кому его строить? Вот, коллега, вы, наверное, читали и по телевизору смотрели. Все поднял, на уши поставил, все, население, нельзя. Потом, проходит месяц или два, приезжает глава администрации района, муниципального, полурославецка района, говорит, вот у меня есть друг, он надежный человек, я ему верю. Вот, если он будет строить, я беру на себя, народ не будет возмущаться. Пусть он строит на этом месте, где я вот тут с иконами стоял, противился. Как можно в такой ситуации работать? Это где, вот, каким образом может вести себя человек, как непоследовательно он может быть? А то, мэри, я предлагаю инвестиционный конкурс всего-навсего, чтобы... Никаких конкурсов не будет, ни одного предпринимателя не будет. Это я вам говорю, губернатор, потому что... Понимаете, это будет государственное предприятие, или муниципальное, и никакое частное. Я по телевизору об этом говорил, я в газетах писал. Чего вы меня не слышите? Я тут губернатор пока. Понимаете или нет? И не вы будете управлять. Татьяна Зимушна, Леон Ким, телекомпания НИКТВ, Кировский район. За дела сердечные в Калужской областной больнице взялись московские специалисты. Прием ведут врачи научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В очереди пациенты с ишемической болезнью, нарушением ритма, врожденными и приобретенными пороками сердца. Претендентов на встречу со столичными медиками отбирали калужские врачи. Больным предварительно надо было пройти ряд обследований, в том числе сделать УЗИ сердца и кардиограмму. По результатам обследования московские специалисты дадут рекомендации по дальнейшему лечению и определят, в каком случае необходимо оперативное вмешательство в клинике федерального уровня. Проблем с квотами не ожидается. Их предоставят всем нуждающимся. Мне нужна консультация в кардиологический центр Бакулева. Они сюда приехали. Мне очень повезло. После операции, буквально три недели назад, еще надо здесь делать шунтирование. Шунтирование, по крайней мере, у нас здесь в Калуге еще пока не делается. Направили сюда на комиссию. Форма общения с ведущими специалистами клиник Москвы очень удобна для нас, потому что пациенты наши не выезжают в Москву, а здесь на месте проходит осмотр и отбираются уже непосредственно для оперативного вмешательства. После консультации сегодняшних специалистов в понедельник отобранные пациенты получат квоты. Им будет назначено дни госпитализации в Москву для оперативного лечения. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту убийства троих человек, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Калужской области. Минувшей ночью в поселке Калюпаново были застрелены три жителя Воронежской области, которые приехали в Калугу заниматься заготовкой древесины. По версии следствия, в дом, где временно проживали погибшие, ворвались двое жителей Бабынинского района и начали стрелять в потерпевших. Они в это время смотрели телевизор. Трое были убиты, двоим удалось убежать. В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались бывшие работники лесозаготовительной организации, на место которых и были наняты потерпевшие. Расследование уголовного дела продолжается. Криминалисты отмечают 95-летний юбилей службы. Сейчас в экспертно-криминалистическом отделе работы 96 человек. Они ежегодно участвуют почти в 30 тысячах следственных действий и выполняют более 16 тысяч исследований. К этой дате Калужский центр получил новое оборудование. Проведен монтаж ДНК-лаборатории, которая станет шестой в ЦФО. Пять экспертов на данный момент отправлены на повышение квалификации в столицу. После обучения методы 21 века должны заработать и в нашей области. Однако самым востребованным так и остается дактилоскопический. Это метод, который внедрён уже давно, обладает огромным информационным массивом, а значит отдача от него уже идёт большая, максимальная. И кроме этого, что немаловажно, это достаточно дешёвый и оперативный способ. ДНК – это помощь. Да, сейчас у нас в стране только становится вот эта вот геномная регистрация. И нужно понимать, что с вводом в эксплуатацию ДНК-лабораторий в любом, в любой области, в любом регионе должно пройти некоторое время. В столице также сейчас обучается криминалист, который будет заниматься психофизиологическими исследованиями, полиграфом. Со временем появляются не только новые методы оборудования, меняются и главные атрибуты криминалистов. Чемоданы раньше были чёрные, наверное, помните, пластмассовые. Сейчас уже корпус другой проходит. Чемоданы были с подсветкой, там уже и упаковочный материал. Нам в прошлом году были поставлены переносные станции «Адис-Папиллон». То есть чемоданы такие, у нас есть на них. То есть мы в районах их наметили. Но так как у нас интернет, знаете, в районах не так сильно работает, поэтому пока они стоят стационарными, как стационарные. Защитники Отечества начинают принимать поздравления. Приглашения на праздничные мероприятия в Дом Музыки получили участники войны, представители ветеранских организаций, труженики, тылы и военные. Вспомнили калужан, которые геройски себя проявили во время Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступили творческие коллективы, от детских до профессиональных. Ветеранов в зале было немного, но все они принимали слова поздравлений со слезами. Песню офицера в зале слушали стоя. Собравшихся также поздравил исполняющий полномочия городского главы Константин Баранов. Это день, когда мы чествуем наших защитников Отечества, наших ветеранов, те, которые охраняли, продолжают охранять границы нашего Отечества. Границы могут быть разными абсолютно, как на территории, так и в жизни. Поэтому это их праздник, это наш праздник, те, кто сегодня стоит на рубеже. Мы всех поздравляем, желаем им здоровья, крепкого благополучия, успехов и боевого духа. Мы, знаете, что для Родины себя сполна отдали. Сполна. Я работала на Кемзе, в секретном цехе с 90-го года. Я уже на пенсии. Мужа берегу кавила свалбу. Для меня это самый дорогой человек. Я от молодежи жду внимания, уважения к нам, к инвалидам, к защитникам Отечества. Больше ничего. В День защитников все на лыжню России. Пройдет она в Калуге на территории детско-юношеской спортивной школы «Орленок». Правда, на этот раз мероприятие не станет таким массовым, как обычно. В стартах примут участие только профессионалы и воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Начало у дошколят в 10.30, профессионалов эта красная группа в 11 часов. Ну а о других новостях спорта через пару мгновений. Главные спортивные новости приходят, конечно же, из Сочи. Правда, сегодняшний день российские спортсмены пока не могут занести себе в актив. О победах текущего дня, а также некоторые интересные факты в нашем Олимпийском дайджесте. Французские фристайлисты принесли в копилку своей сборной по одной медали каждого достоинства, оккупировав весь пьедестал Почетовский, Кросси. Россиянин Егор Коротков стал первым в малом финале. Эта победа принесла ему пятое место в общем зачете. Другой россиянин Сергей Можаев завершил борьбу на стадии 1-8 финала. Женская сборная Великобритании по керлингу в матче за бронзовые медали обыграла команду Швейцарии на Олимпийском турнире в Сочи. Встреча завершилась со счетом 6-5 в пользу действующих чемпионок мира. В решающей схватке за золото Сочинской Олимпиады встретятся сборные Канады и Швеции. Александр Лукашенко примет олимпийцев сборной Белоруссии во Дворце независимости. Там же спортсменам вручат государственные награды. Вернутся белорусские спортсмены 24 февраля. Белорусская сборная насобирала в копилку 5 золотых медалей и 1 бронзу. Дарья Домрачева стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Две медали были заработаны во фристайле. Эта Олимпиада – самая удачная для страны за всю историю зимних игр. Американская спортсменка Лорин Уильямс стала первой женщиной в истории современного олимпийского движения, которой удалось завоевать медали как зимних, так и летних Олимпийских игр. В копилке американской легкоатлетки уже есть золото летних Олимпийских игр Лондона 2012. В составе эстафеты 4 по 100 метров. В Сочи Лорин стала серебряным призером в Бобслее. Хоккеисты сборной Финляндии после матча с россиянами во имя благотворительности решили продать велосипеды, которыми пользовались, чтобы добраться от номеров до сочинских объектов. После окончания очередной ледовой тренировки каждый финский хоккеист оставил автограф на своем транспортном средстве. Стартовая цена одного велосипеда составляла всего 1 евро, а на настоящий момент самым дорогим велосипедом является велосипед «Тему Селяны», чья цена сейчас составляет около 5000 евро. Все вырученные средства пойдут на благотворительность. И в заключение калужская конькобежка Анна Чернова, как мы вчера сообщали, заняла 9 место на дистанции 5000 метров в Сочи. Напомню, для Ани это первые Олимпийские игры. О своих эмоциях и результатах калужанка рассказала нам по телефону. Конечно же, я очень довольна своим результатом, потому что те задачи, которые мы планировали, мы выполнили, и даже получилось сделать лучше, мы вошли в топ-10 лучших мира. Это вообще для меня очень-очень хорошо. Первые впечатления от Олимпиады, ну знаете, вообще я настраивалась и старалась себя эмоционально сдерживать, то, что это не Олимпиада. Потому что если накручиваешься в голову, что это самый важный старт, который для спортсменов вообще существует, да, то, конечно, что мандраж будет зашкаливать, и ноги будут очень, как в спортивном, если словами говорить, то будут деревянные. Я настраивалась на то, что это не Олимпиада, а обычный Кубок мира, и что я просто должна сбегать здесь на максимум, на что я вообще сейчас готова, способна. Это получилось, я сбегала так, что это последние два круга, у меня рука казалась 20-килограммовой. Я тренер, тренер сборной команды, в Маурицу довольна моим выступлением. Если какие-то старты, я там стою и думаю, что да, вот, конечно, там, ну почему-то где-то там не могла выложиться на максимум, то сейчас я сделала вот все, что могла, и если я встала бы еще, я бы, наверное, ну, я быстрее бы не сбегала бы. Это просто колоссальный праздник, это спортивный дух такой, ну, здесь вообще я очень приятно, приятно удивлена. День защитника Отечества женским лицом. В силовых структурах число представительниц прекрасного пола с каждым годом становится все больше, что привлекает их в мужской профессии. Накануне 23 февраля в студии программы «Главная» соберутся женщины, для которых форма является обязательным предметом гардероба. Поздравить их с мужским праздником можно по телефону прямого эфира 557799. И на этот час это все новости. Далее прогноз погоды. До встречи в половине десятого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok